Андрей Владимирович, я бы хотел поговорить, немножко в краткие итоги сезона подвести. Вы согласны? Давайте. Давайте. Я вас долго не задержу. Скажите, Андрей Владимирович, первый вопрос у меня будет такой. Чем, помимо чемпионства «Спартака», запомнился вам нынешний сезон? Честно говоря, особо ничем. Я думаю, это, наверное, самое яркое событие. Ну, а таким, что можно было бы выделить отдельно, не могу сказать. Есть много различных штрихов, но такого чего-то вот индивидуального, яркого нет. Андрей Владимирович, назовите, пожалуйста, тройку лучших игроков сезона в порядке убывания. Первый, второй, третий. Первое место, да? Вы ставите. Да. Потом Медведев, вратарь. Вот, а на третьем месте, я даже не знаю. А Глушаков? Да, наверное, Глушаков, да. Пожалуй, что да. Глушаков, да. Скажите, Андрей Владимирович, вот из молодых футболистов вы можете кого-то выделить, кто громко заявил о себе? Или нет таких? Вы знаете, несмотря на такую жесткую критику, которую я подверг этого, господи, вылетел мне из головы до перешедшего в «Спартак». Джикия? Джикия, да. Он мне во втором круге «Спартак» играет. Очень понравился, как он прогрессирует. Знаете, я думаю, что из молодых у него самый большой прогресс. И выглядел, наверное, из этой волны молодежи, которая должна играть в сборную, наверное, лучше всех. Ага, понятно. Андрей Владимирович, в этом сезоне, мне кажется, углубилась пропасть между богатыми и бедными клубами. Вы согласны с этим? И продолжится ли эта тенденция? Я думаю, конечно, продолжится, потому что в стране пока нет тенденции к тому, чтобы средний склад, ну вообще, чтобы что-то среднее богатело, и деньги по-ближнему сосредоточиваются все больше и больше у узкой группы людей, поэтому так дальше и будет происходить. То есть, те, кто относится к каким-то крупным корпорациям или к каким-то очень богатым людям, у них будет все хорошо, где бюджет такой собирательный, но там все будет хуже и хуже. Ага, понятненько. Андрей Владимирович, а вы скажите, чего вы ждете от «Спартака» в следующем сезоне? Точнее, я по-другому вопрос поставлю. Может ли у «Спартака» возникнуть такая дилемма, когда ему придется выбирать между чемпионом России и Лигой чемпионов? Я думаю, вряд ли, потому что, на мой взгляд, «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов. Ну, по крайней мере, та игра, которую он показывал в чемпионате России, и она не тянет на игру, которую можно облеснуть в Лиге чемпионов. Я думаю, что самым лучшим для «Спартака» в Лиге чемпионов будет выход в третьем месте в Лигу Европы. Но и то, и то будет при определенном стечении обстоятельств. То есть, при том, что четвертая команда в группе будет значительно слабее «Спартака». Ага. Понятно. Андрей Владимирович... Какая-нибудь залетная, какой-нибудь «Скипр» или что-нибудь еще такое. Ну, с «Скипром» опасно встречаться, на самом деле. Да, но я имею в виду команда такая. То есть, это команда не Германии, Испании, ничего, а именно «Славянская» какая-нибудь, я не знаю, там «Кипрская», «Венгенская», «Чешская». При наличии хороших команд я не потому, что как-то хочу злотловливать или хочу очернить команду, но, на мой взгляд, оборона не выдерживает никакой критики. И то, благодаря чему «Спартак» в этом году стал чемпионом для Лиги Чемпиона с этого «Малава». Понятно. Андрей Владимирович, скажите, по вашим ощущениям, в каком направлении будет развиваться «Зенит» дальше? Ведь там ни много, ни мало революции ожидается такая. Вот по какому направлению? Опять вбухивание денег будет? Или как-то концептуально, так сказать, какие-то... Я думаю, все зависит от того, кому доверят управление. Если управление доверят грамотным футбольным людям, которые понимают вообще, как создавать клуб, как им управлять, что нужно для того, чтобы клуб не только выиграл чемпионат, но и ярко себя показывал на международной арене, это будет одна ситуация. Если же будет какая-то небольшая реновация того, что есть, то есть какие-то там передвижения, но все останутся на месте, это совершенно... будет, опять же, измененный «Зенит», но ничего нового. Понятно. Андрей Владимирович, и последний вопрос завершающий. Скажите, из чего вы ждете от выступления московского «Динамо» в следующем сезоне? Насколько я знаю, у «Динамо» не все так хорошо финансировано. Вот, поэтому, опять же, вы понимаете, можно от разных клубов ждать чего угодно, но тут же еще в «Московской Акаде» клубы будут судить. На мой взгляд, судейство у нас просто очень ангажированное, и поэтому раз клуб не богат в «Динамо», то и судействам у него могут быть проблемы. Если, конечно, ведомство, которому оно даже на метальном плане лежит, не поградит своевременно пугер пальцем. Ага, понятно. Большое спасибо, Андрей Владимирович, до свидания. Да нет, что так. До свидания. До свидания.